Секс в большом городе с Семеном Чайкой Катя из Африки Значит, действительно, мы пошли, встретились, ну, как обычно, то есть, молодежь, куда идут они? Ну, в ресторан, куда-нибудь В ресторан, в кафе, в фаб, в бар, вся разница, куда Я ее, значит, взял, приглашал, вместе поехали Естественно, вот здесь уже, я вам скажу искренне, мужчина, что хочет, пол жизни хочет кого-то притащить То есть, девушке притащить в постель, остальные половины хочет, как сделать, быстрее избавиться от нее Значит, вот, первая часть, вот, именно вот была моя цель То есть, любими путями я начал ее предлагать, пить, может быть, какой-нибудь коктейль Академ, она сама позвонила, она сама набивалась навстречу Но, смотрите, то есть, я не знаю, что ожидается у меня, поэтому я думал, что облегчит все это Да, и малоопытный человек, то есть, чем больше, чем опыт появляется, сами понимаете Значит, очень радостно она согласилась прийти ко мне, значит, в свою хату Да, значит, мы пришли, я надеюсь, что слушатели не думают, что я развратный человек Потому что я тоже молодой Это естественно, по-моему, у всех это было Сто процентов, да Значит, большим удовольствием пошли И мне повезло, что моя мама дома не была тогда И я закрыл дверь снутри, очень крепко Ну, правильно, да А как же, значит, чтобы не помешали Чтобы никто не помешал И я, значит, не достиг свою цель в тот день до конца Ну, как это так? Да, вот, значит, но я получил огромное удовольствие Я почувствовал в конце вот этой, то есть, этого фронта между мужчиной и женщиной Понимаете, я считаю это как война Двух тел, то есть, два тела, они объединяются в один момент Сердца, они переворачиваются вокруг друг друга мыслями и чувствами Понимаете, это очень серьезный момент Тем более, вот, начинающий вот мальчик в жизнь, то есть Значит, я был просто на седьмом небе Летал, как будто у меня вот крылья, и я лечу, и лечу Да Значит, я был счастлив и влюблен Только это было влюбленность? Это, да Это было не так просто Вот я, когда мне говорят, любовь с первого взгляда Вот это оно и есть Это оно и есть Ну, а потом-то это закончилось чем в итоге? Значит, я улетел на следующий день На Кипр Она мне опять звонила на Кипр Но я ждал с нетерпением, не представляете Но я был там, немножко держал вот жесткость, что я не буду ей звонить Посмотрю ее реакцию Посмотрел на ее реакцию, она звонила через пять дней Значит, я был в нашем доме, а вот телефон был в дом соседника Надо было бегать в соседний дом позвонить Не-не-не, потому что я приехал, еще не успел Вот там немножко, как здесь, идешь в телефонную компанию, покупаешь телефонный номер Приводят, они приходят Я не успел за четыре-пять дней это делать Значит, вот дом моего брата был прямо рядом То есть съемный дом был в рент Значит, меня вызвала вот жена его Говорит, приходит, у тебя звонок, звонок Я прихожу, беру телефон То есть долгожданный звонок поступил Отвечал, говорил Глаза сияют, сердце радуется Я говорю, жди меня, я еду к тебе Готов был отказаться от контракта, поверьте мне Да, значит, через месяц я не смог обратно вернуться Почему? Ну, любовь, потому что начали люди каждый день разговаривать по телефону Ты начинаешь провоцировать свои чувства сам своими руками Потому что как будто ты нуждаешься Сейчас, ну, тоже опыт большой Набираешь опыт, все это жизненный опыт То есть это была влюбленность, которая не развелась в любовь Которая не переросла в большую любовь Ну, почему? Потихонечку Я вернулся к ней, нет, я говорю через месяц К ней я оставил вот Кипр, контракт оставил и вернулся Вот это я говорю в 93-м Значит, немножко, да Вернулся и подписал там другой договор И начали... Вместе мы жили Ежедневно встретились с утра до вечера Вы не представляете, какие чувства были Трогать ее рука для меня это было просто И да больше ничего не достаточно Чтобы я всеми нервами и чувствами был Об, как говорят, вверх Ну, понимаете мои мысли? Летал, летал Я дословно не говорю Летал, ну, понятно Вы понимаете Я понимаю Значит, три года наши отношения длились Естественно, после этого я еще раз вернулся на Кипр Она ко мне прилетела, на Кипр жила Значит, в этот момент, смотрите Жестокость нашей жизни во всех отношениях Она... Я ее устроил на работу Там, значит, у меня были связи вот в модельном бизнесе В рекламном бизнесе Ну да, она же мисс, она же модель Да, и у меня были хорошие связи Потому что тогда я всегда пел и имел отношение вот ко всем этим людям И нашел для нее, чтобы она снималась с одним артистом популярным в клипе Ее заметили, потому что она заметная была Артистский привод, да? Тамошний артист До Кипра, да Я улетел, прилетел Это было в Сирии уже Значит, я договорился с одним певцом Они взяли ее сразу, кастинг и взяли Я улетел на Кипр Отрабатываю свои концерты Постоянно я был на Кипре То есть, одной ногой там, тут И в Дубае был в этот период Она ко мне прилетела в Дубай, скажем Я пытался ее развивать, ее карьеру Она мне попросила, говорит, помоги мне тоже Чтобы я тоже хотя бы, то есть, вышла Тобила мечту свою Почему она попросила Тунису, я так и не понял Или семейная какая у нее проблема Не смогла она, спокойно она могла сделать Я думаю, ее семья отдали ее замуж за одного человека То есть, заставили ее, чтобы выйти замуж Вы знаете, вот эти восточные дела могут такие То есть, она беспрекословная, безропотная? Ну, нет, я так и понял Она всегда вот оставила как тайну вот эту часть Она мне не открыла, не раскрыла Она оставила вот это, улетела в Турцию Из Турции приехала в Сирию Поэтому вот так и получилось у нас знакомство Значит, я почувствовал, что со временем Значит, она немножко обиделась на меня Когда я ее оставил, три месяца улетел на Кипр Ко мне прилетела и ожидала от меня жениться А я... А она, секундочку, она могла бы так вот выйти замуж без родителей? Если ее родители отдали замуж сами Она же уехала от них То есть, в принципе, могла? Могла, конечно, спокойно могла Но я не хотел это делать Почему? Я объяснения не имею в руках до сих пор Почему это я не хотел? Я как верующий в Бога И в свои судьбы, что это написано Богом Вот Бог наверняка удалил вот эту часть от моих чувств Он дал мне вот наслаждаться любовью Но не дал вот ту часть, которая решающая судьбой Чтобы я на нее... Это не было моей судьбой Этого не хотел Она хотела очень сильно Значит... Ну смотри сейчас дальше Она и причина, что я прилетел в Москву сюда А-а-а Вон оно как Любовь, оказывается, причина Так Значит... Обиженная была Потом я ее еще раз отправил из Кипра Обратно Уже она развивалась хорошо Начала мне отправлять ее в магазин На первых... На обложках магазина Да Уже здесь Понимаешь, да? Когда вот чувствуешь, что теряешь из рук Начинаются обратные реакции Чисто мужская Чисто мужская, да И я попал То есть под ударом Вот Вот скажем Вот чувство Вот мужское Попал под этим ударом И начал сильно переодеваться о нее Хотел ее получить обратно Подверял якобы так Оказалось Да Она не отказалась вначале Прилетела ко мне еще раз Но я почувствовал, что От нее я чувствую, понимаешь Запах измена Как объяснить сейчас Измена нету запаха Интуитивно, видимо Интуитивно И запах измены Я так объясняю Значит Почувствовал, что она уже Сбежала из рук И это мне Бесило сильно И хотелось ее Получить обратно Сделать теперь Начали мысли Пойти обратно 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 Как по-другому Сделать Где я? Я начал обвинять себя Потому что я говорю Я пожертвовал То есть Любовь Работу Понимаешь Да вот Миксинг Как говорят Я помещал все это Начал обвинять себя Ну Потом Значит Я бросил свою работу А в этот период Я познакомился С человеком из России В девяносто пятом году Бизнесменом Который он не хотел Приглашаться в Москву С концертами Судя по всему Да-да-да Конечно Конечно Чтобы я здесь Подписал контракт И пел Ну в клубе пел Значит Это Это приглашение Было у меня в руках уже Но Я улетел туда В Ливан Найти ее Нашел Вот нашел Это важно Мы пока прервемся Продолжим Через несколько минут Окей Выслуживаю